Участников эколого-краеведческого слёта встретили в Доме культуры села Уст-Алташа. Красочные танцы, песни, однопутственные слова и визитки команд в этом году испытать себя решили семь школ-интернатов. Ребята ехали издалека – Акинского, Селенгинского, Тункинского районов и Улан-Удэ. Это воспитание в наших детях, уважение к своей истории, к своему родному краю, знакомство с историей родного края. Сам эколого-краеведческий слёт пройдёт здесь, у подножия Меркинской крепости. Здесь же установили флагшток, на котором в одно полотно символично объединили флаг каждой школы. Кто-то изобразил дружбу народов на фоне природы, кто-то – землю. Команда Акинского района выбрала главный символ своего края – гору Монкус-Ардык. Он самый высокий, четвёртый по высоте России. Его высота составляет 3491 метров над уровнем моря. Право поднять флаг на построение досталось победителю предыдущего слёта команде Республиканского национального лицея-интерната. И понеслось. Впереди семь сложных этапов. Пробежать по брусу, пройти паутину и попасть мячиком в цель легко лишь на первый взгляд. Команды делают это на скорость. У каждого свой способ. Но только кадеты не побоялись замараться. Вот так удобнее. Мы быстрее гораздо преодолеем все препятствия, чем будем очки терять. Почему птица улетает на юг? Что предвещало Чингисхану победу в сражении? Какие легенды, связанные с Тугнуйской долиной? На других этапах проверяли знания в экологии, истории и краеведении. Воспитанницы Мариинской школы – в ней, кстати, учатся одни девчонки – достойно выполнили одно из самых трудных заданий. Чингисхана украли жену, и чтобы ее спасти, он пошел сюда. То есть вы знали, что будет вопрос про Чингисхана? Нет, на самом деле, мы просто готовились к таким темам. Все этапы пройдены, и дети отправились на экскурсию. На одной из троп находится это дерево здоровья, которое популярно среди туристических маршрутов. По примете, чтобы набраться сил, под ним нужно пройти, не сгибая спины. Таких занимательных мест на Меркитской крепости еще очень много. Кроме потрясающей панорамы, открывающейся сверху, здесь все пропитаны историей. Так что место для слета выбрано не случайно. В средневековье здесь проживали племена меркитов, которых очень не любил Чингисхан, можно сказать, монгол. Они постоянно делали набеги. И чтобы укрыться от врагов, значит, местные жители того времени, они природные условия использовали как крепость. Глоса подсчитаны. Бронза у Мариинской школы, серебро у кадетов, золото взял Бурятский национальный лицей-интернат. Но главное, ребята усвоили важный урок. Здесь наши жили предки, и мы должны сохранить этот памятник, как бы, и сохранить лес этой Тугуйской долины. В завершении меркитскую крепость очистили от мусора, оставленного туристами. И теперь за этих ребят можно быть уверенными, они точно станут бережнее относиться к природе родного края.